Два года прошло с момента трагедии на Грибовицком мусорном полигоне. Тогда, во время тушения пожара, на свалке погибли три спасателя, а работника коммунального предприятия объявили пропавшим без вести. Что изменилось с того времени и нашли ли виновных, узнаем от Галины Якушко. Каждый дед пытается, а что мама только приходит за тобой в садочек, а где тату твой? А она говорит, что тату на небе, тата нет, тату моего героя, тату загинал, не померли. Богдан Юнко, Андрей Ненкевич и Юрий Рудой погибли 30 мая 2016-го во время тушения пожара на Грибовицком полигоне. Возгорания там случались часто, но таких масштабных до этого не было. Огонь тушили два дня, пожарные заливали мусор водой, когда гора его рухнула и накрыла трех спасателей и эколога. Тело последнего так и не нашли. Возможными виновными тогда назвали начальника предприятия, которое обслуживало полигон его зама и непосредственного директора свалки. Куприча, Горбаля и Влащенко обвиняют в служебной халатности, из-за которой погибли три человека. Подозрения вручили начальнику департамента ЖКХ Юрию Гольцу. Судебные заседания продолжаются до сих пор. Суд не использует свидетельств, которые не появляются никаких заходов процессуального примусства. В связи с этим, дело оттягивается. Есть подозрение, что, возможно, это сделается для того, чтобы закрыть криминальное проведение по срокам. И особи, фактически, не понесли этой ответственности, которую они имеют внести. После трагедии свалку закрыли. Львов погряз в мусорных завалах. Отходы начали путешествовать по всей Украине. Мусоровозы добрались даже до Днепра, Одессы и Киева. Все, чем могут похвалиться городские чиновники сейчас, так это строительством дамбы возле свалки и реконструкцией фильтрационной станции. Спустя почти два года, наконец, нашли участок под новый мусороперерабатывающий завод. Завод должен появиться на окраине Львова. Его строительство обещают начать в конце года, а закончить через два. Вот только уже в 2019 городским властям вернется обязанность по вывозу мусора из города, которая сейчас возложена на обл. администрацию. И не исключено, что тогда начнется новая эпопея с львовскими отходами. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности Телегонал Интер. Львов.